Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтман. Сегодня мы поговорим с вами про биткоин, поговорим с вами про халвинг, поговорим про ФРС-инфляцию. Сразу нужно ответить на вопрос новичков, среднячков и тех, кто забыли. Что такое халвинг? Халвинг – это процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты. В частности, это относится к периодически происходящему событию, последствием которой является уменьшение награды майнеров за успешную добычу блока. Другими словами, добыча сокращается в два раза. Считается, что после халвинга начинается конкретно бычий рынок. Считается. Я проделал цитанический труд, честное слово, вчерашним днем и хочу вам показать. Я выстроил вам халвинги, ноябрь 28, январь 9, мая 11 и апрель 24, которые будут. И что же у нас происходило? Первое, самое важное, что ноябре 28 года, после халвинга, мы пошли в Булран. Но этому Булрану пришествовал откат и восстановление. Мы к этому придем. Дальше. 9 января. После хая мы двигались ко дну. После дна восстановление, халвинг и рывок вверх. Следующий медвежий рынок. С хая падаем вниз. Восстановление. Здесь корона дамп. То есть всемирный черный лебедь, о котором никто не знал. Резкий обвал, быстрый откуп, халвинг и рывок вверх. Теперь у нас медвежий рынок. Мы находимся на фактическом дне. Будет ли еще ниже? Никто вам не скажет. Но факт есть тот, что у нас но 15600. Условно, плюс-минус. Так вот, соответственно, считается уже сейчас, что в теории и гипотетически, находясь на локальной поддержке данного блока поддержки глобального, мы должны восстанавливаться, после чего откат перед халвингом и после рывок вверх. Какие же закономерности я обнаружил? Первую я уже вам назвал, что перед халвингом мы какой-то период растем, после чего откат и рывок. Растем, откат, рывок. Растем, откат, рывок. И, соответственно, здесь нас ожидает гипотетически еще раз рост, откат, рывок. Если взять зону Фибоначчи и проверить, что же у нас получится, с помощью Фибоначчи мы проверим и должно сбыться основное условие правила коррекции или золотого сечения. То есть мы обязательно должны отскакивать до 0,5-0,618 по Фибоначчи, после чего коррекция и, соответственно, дальнейшее движение вверх. Так вот, это в теории. А вот если проверять, смотрите, что у нас получается. Бьем Фибоначчи, натягиваем от хая к лаю. Получаем, то есть мы действительно перебили 0,5 и дошли до 0,618, после чего откат перед халвингом и рывок вверх. Пожалуйста. И это свершилось. Дальше. После хая идем на дно. Получаем доход до 0,5-0,618 пробитый. Тут даже был закол 0,786. Но, тем не менее, точка взята золотого сечения, после чего откат, халвинг, рывок вверх. И теперь здесь хай, текущий лой. То есть, таким образом, гипотетически, если мы условно договорились, что это дно было, и мы будем восстанавливаться, то, соответственно, доход должен быть до 39 тысяч плюс-минус, после чего откат и рывок вверх после халвинга. Таким образом, при всех этих условностях мы с вами не сможем подняться выше 32-50 тысяч долларов до халвинга. Если мы с вами договорились, что закономерности работают. И даже здесь понятно, что нельзя никаким образом рассматривать этот вариант через призму хай-лой-хай-лой. Но, тем не менее, если мы возьмем, что это был хай, после чего пастились на лой и получили восход, то мы также получаем перебой 0,618 доходу 0,786 плюс-минус, после чего откат и рывок после халвинга вверх. Даже здесь, в этом примере, абсолютно не подходящем к всем предыдущим, выполняется то же самое условие. Также можно проверить датами. После хая, по эра медвежьем цикле мы дошли до дна за 13 бар, за 13 месяцев. Второй медвежий цикл мы дошли до дна за 12 месяцев. И текущая ситуация после хая мы дошли до дна за 12 месяцев. То есть, у нас идет полное соответствие. После чего нам потребовалось добраться до халвинга за целый год, то есть, был рост последующей коррекции. Во втором медвежьем цикле 17 месяцев, то есть, полтора года. И в текущей ситуации нам необходимо тоже 17 месяцев. То есть, второй медвежий цикл схож с первым медвежьим циклом. Еще, что здесь любопытно, если мы посмотрим и сравним дно здесь с текущим дном, то мы получаем минимальная отметка, после чего перевернутый молот и текущая ситуация месяц зимы. Здесь дно, перевернутый молот и зеленая свеча восстановления. Поглядите, очень правдоподобно это смотрится и здесь. То есть, с высокой долей вероятности мы можем увидеть эту же свечу в январе, точно такую же, как это было в феврале 2019 года. По структуре схожа и конструкция такая же, и конфигурация, и все схожа с учетом того же просчета халвинга. Это лишь теория. Дальше, если не схожа, давайте попробуем скопировать фрактал. Вот дно и до халвинга. Пожалуйста, даже с учетом коронадампа. Переставляем и, пожалуйста, в том числе мы получаем один в один. Только условие состоит в том, что у нас был черный лебедь, коронадамп. Будет ли у нас здесь какой-то черный лебедь, мы на текущий момент времени точно сказать не можем и не знаем. Но пока ясно одно, что мой прогноз о том, что глобальное восстановление биткоина должно было бы начаться январь-февраль. Я сказал, 1 марта мы обводим итог. Сбылся ли мой глобальный прогноз на биткоин, который я еще делал апрель-май и уточнялся еще в ноябре 2022 года. И вот мы и проверим. Но пока это еще одна капля в мою теорию. Но очень здорово, конечно же, смотрится вот эта ситуация. А что это за ситуация? Обвал. Правильно. Очень похоже на удар и бег. Это то, о чем я делал пост, посмотрите, пожалуйста, 5 января. Обратите внимание. Вот здесь. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, читайте, узнавайте. Здесь очень много полезной информации, а самое главное, бесплатно. Так вот, если поглядеть на ситуацию, которая была, я ее помню, прорисовывал, все четко изучал. Обратите внимание. Паттерн, удар и бег. То есть, обвал, соответственно, расторговка, после чего доход до наклоночки и выход через нее. То есть, полное соответствие к нижнему варианту. В чем мы убеждались уже многократно в моих видео. И теперь крайне схожая, похожая ситуация образуется у нас здесь. И я в том числе указываю, пишу, что пока не будем спешить. До тех пор, пока цена не дойдет. До приближения к данной наклонке нельзя сказать, что паттерн сформирован. И вот когда он дойдет, это будет полное формирование паттерна. Друзья, полнейшее. То есть, удара и бег. Поэтому, друзья, никому не говорите про данный паттерн. Но наблюдаем. Это наш с вами секрет. И теперь ситуация по ФРС и инфляции обещаны. Потому что, в том числе, писал в своем телеграм-канале Грилл, что я затрону эту тему. Итак, друзья, давайте начнем с того, что сегодня произошло. Что это за дела такие, собственно говоря, да? Потому что очень многие ждут Шартинио, да? Только я, дурачок, Ванька, да? Ивашка, который ждет лонгов и говорит, что все бастанно. Локальные цели лонговые, глобальные лонговые. Окей, окей, окей. Так вот, смотрите. Соответственно, мы пробили 16800 первую СПР-линию. Мы сдержались на ней. Она нас удерживала. Плюс наклонка. Выход за которую говорит о выходе из локального нисходящего тренда во восходящий локальный. Так вот, это важно было удержать. Да, 16800 мы сегодня в моменте потеряли. Но нужен пробой и ретест подтверждения. Так вот, пробой-то был и удержал кто? Правильно, любимая, дорогая, наша скользящая, локальная. Соответственно, после нее рывок. Но, в том числе, рывок когда-то случился. Время 1630. Что за 1630? Почему важно следить за фундаменталом? Это то, на чем основывается мы всегда анализ. Это технический анализ и фундаментал. А я вам покажу. В 1630 уровень безработицы вышел. Был 3,6, прогнозировали 3,7. А он возьми, да и стань 3,5. Также изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе, да, оказался позитивным. И изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе тоже оказался позитивным. Казалось бы, раньше при позитиве это был негатив для рынка. Во-первых, что хочу сказать. Я вас давно учу, приучиваю и говорю, что падение перед новостями, как правило, влечет к росту после новостей. И рост перед новостями влечет за собой падение после новостей. Это основные аргументы, которыми я пичкаю вас. И только самые четкие, грамотные сидят с карандашом прямо сейчас и записывают и запоминают. А те, кто с кубинскими сигарами пьют лимонную кислоту в стакане, это, ребята, скорее всего, не для вас. Но ничего страшного, приобщайте. Так же, почему же все перевернулось, как неваляшка? Смотрите, объяснял тысячу раз и говорил. Ситуация следующая. Инфляция у нас росла. И нужно было спасать ситуацию. Нужно было повышать ставку ФРС. Где ставка ФРС? Отображена здесь. Вот самые сложные времена. Единица стала 1,75. 75 стала 2,50. И на текущий момент она 4,5. Да? Для того, чтобы побеждать инфляцию. Что случилось после того, как ставка в ФРС стала 4,5? Инфляцию побеждали. С июля месяца она планомерно снижается. Она снижается. Инфляцию побеждает. Что делает Пауло? При всем при этом он говорит, что мне плевать на то, какая инфляция. Мы будем давить эту гадину всеми возможными способами. Риторика максимально негативна. А вы хотели как? Что он прямо сейчас выйдет, скажет вам. Ребята, залетайте в ланги. Все чики-брики растем. Умейте читать между строк. Имейте критическое мышление. Думайте сами. А не то, что он втюхивает новостные каналы, телеграм-канальчики. В том числе я. Думайте своей головой. И вот теперь. То есть ставку повышают. 4,5. У нее есть определенный максимум. Соответственно, приближаясь к максимуму, выше максимума ты не попрешь. Тем более ставка была изначена, допустим, 4,5. Сейчас ее сделали, предположим, там допустим 5,5. Грамотный человек видит, что вы приближаетесь к максимуму. Соответственно, выше головы не прыгнуть. Плюс инфляция-то падает. Вот здесь. Красные линии показывают вам инфляцию. И что было с ценой? Соответственно, 12 января фактически 7,1 опрогнозирует 6,7. Еще дальнейшее снижение. Вы понимаете? Так вот. Почему все-таки сегодня был позитив? Приближаясь к максимуму, это уже позитив. Соответственно, после достижения максимума, настигает период, когда нужно будет уже ее снижать. Потому что инфляция снижается. Ее побеждает. Раньше, если безработица была отрицательная, это давало и развязывало руки ФРС на повышение ставки. Вот здесь предполагали, что будет 1,5. А повысили на 0,75, потому что этому предшествовали данные по безработице, которые были положительны, как сегодня. И все понимали, что ставка будет повышаться. А не взять МИ и повысить не на 0,5, а на 0,75. Потому что были развязаны руки. Инфляция была еще высокая. И вот теперь, когда ставка росла, инфляция снижается, плевать, что говорит Павел, плевать на его жесткую риторику. Смотрите, делайте выводы самостоятельно. И этот анализ меня еще не подвел ни разу с момента создания канала. Таким образом, в сухом остатке, что мы имеем. Что положительная безработица, снижение ее, влияет хорошо и говорит о хорошей экономике. Значит здорово, восстанавливается. А еще в среду у нас данные по инфляции. И 6,7 снижение, это позитив. Тем более, мы рассмотрели с вами момент с халвингом. А это вам не шуточки. Со всем уважением. Это был Криптофронтмен. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям. Распространите всем. Пускай все узнают эту информацию. Пускай все узнают эту точку зрения. Почему боитесь поделиться? Расскажите. Скиньте другу, подруге. Скиньте в чаты. Поинтересуйтесь мнением. Что здесь плохого? Не забывайте, что в описании под видео замечательная биржа BitGit. С нулевой комиссией на споте. С вип статусом. Минимальную комсу. В том числе от меня вы получаете бонус до 5000 долларов. Плюс бонусные деньги, которыми покрываете в ноль свою комиссию. Более того, в феврале от меня будет денежная акция на несколько тысяч долларов. Три или пять еще не определился. Но вы можете получить за свои объемы и торговли. И это ли не чудо, я вас хочу спросить. Я уже не говорю о том, что вы можете тем самым торговать от меня, сказать мне спасибо за все, что я вас делаю. Близ, мол, не, дно. Вот так. Как сова из Винни-Пух. Берегите себя. Поэтому не сыпьте себе соль в глаза и на рану. А если уж надкусили помидор, доедайте до конца. Ну или хотя бы поцелуйте. Зачем я это все вам рассказываю? А я не знаю. Всего доброго.